Пожалуйста, присаживайтесь, шаббат шалом всем! И сегодня мы будем иметь темой «Кому дорог народ?». И в течение вот какого-то времени, знаете, я размышлял и молился, я думал о недельных отрывках. Дело в том, что мы находимся действительно на духовной территории. Недельные отрывки, которые взяты из пяти книжей Моисея, они очень мощно и сильно отражают и циклы, и этапы нашей жизни, как в годичном плане, чтобы мы не забывали одно, другое, третье. То есть есть ключевые темы. Вот недельные отрывки, они завязаны на ключевых темах. И, безусловно, это важно, потому что мы забываем. В нашем народе, вот смотрите, как всё построено интересно. Праздники — это одни и те же темы, но какая богатая территория. Недельные отрывки — то же самое. И они на самом деле отражают очень важные аспекты жизни верующих людей. И сегодня у нас отрывок «Корах» о человеке, который поднял бунт против Моше. Хорошо. Итак, «Корах» — как переводится? Слово «кор» — это холод, мы знаем, да? «Корах» — это охлаждённый, холодный. Современным языком, наверное, было бы правильнее перевести «отмороженный». Именно вот это слово я употребил бы, потому что оно хорошо характеризует самого характер этого человека. И, вы знаете, это проблема не только того поколения, но и сегодня, и всегда так было. Всегда были люди, которые, получив определённую от Бога власть и право приблизиться к Нему, считают, что этого мало. Более того, эти люди считают, что их ограничивают на самом деле. И вот об этом я хочу поговорить, потому что в этом отрывке мы сегодня будем читать всю шестнадцатую главу книги «Числа» Цефрабамидбар, И я хочу вот по таким вот разделам, по кусочкам показать некоторые моменты, но на самом деле о Карахе и о Дафане и о Вераме довольно много сказано про Павидеи. То есть все понимают и знают эту тему очень хорошо. И сегодня я хотел бы просто посмотреть на всю эту историю со стороны народа Божьего. Вот кто действительно на самом деле беспокоится о народе во всей этой истории? Кому дорог народ? Кто использует народ как инструмент, как разменную монету? А кто действительно беспокоится о благосостоянии этого народа? И я хочу показать, что очень часто люди опираются на то, что слышат. Давайте мы повзрослеем, давайте мы будем смотреть на то, что люди делают. Человек может в состоянии аффекта наговорить всё, что угодно. Но Писание говорит, а потом пошёл и работал в винограднике. Помните притчу о двух сыновьях? Один говорил, да, да, папа, уже иду, вот уже я почти там. И так хорошо на сердце у отца было в этот момент. Какой послушный сын, как всё гладко. А в итоге ничего. Второй же сын, наоборот, стал упираться, говорит, не пойду, занят, у меня дела. Но если внимательно посмотреть на характер этих двух людей, становится понятно, что один очень искусный дипломат, а второй прямой человек. Вот он говорит то, что он на сейчас понимает в этот момент. Но сердце у него правильное. И он понимает, что он сказал неправильно, но можно пойти и сделать правильно. И вот я хочу, чтобы мы научились видеть вокруг себя вот эту всю ситуацию именно таким образом, чтобы мы смотрели на поступки людей. Откройте, пожалуйста, 16 главу. Книги «Числа». Я читаю первые четыре стиха пока. Корей, сын Ицгара, сын Каяфов, сын Левин, Идафан и Аверон, сыны Ильява, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Восстали на Моше и с ними, и с сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, «Полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Значит, что здесь можно увидеть? Во-первых, происхождение этих людей. Корей, он тоже из колена левия. И, видимо, его посетила зависть. Почему это Моисей назначил не его, хотя они все из одного колена, а назначил своего родного брата Аарона? И здесь мы видим упрек. Дальше он будет продолжаться, этот упрек. Что ты как бы своих-то поставил, а на самом деле все святы. На самом-то деле Бог выбрал колено левия, и вот то, что ты назначил этого человека, ты ошибся, ты неправильно его назначил на служение. Они сумели убедить 250 человек, и это были люди, как здесь написано. Они были главы в своем народе, начальники. Ну, начальник — такое русское слово, да, начальник. У многих вообще ассоциируется, наверное, с местами лишения свободы. На самом деле здесь имеется в виду именно глава. Есть еще слово «староста». У советских граждан ассоциируется с полицаями, как правило. Я просто попутно показываю, как сильно стереотипы влияют и имеют как бы в нашей жизни господствующее значение. На арабском слово «староста» — это «мухтар». для русских тоже это слово имеет специфическое такое восприятие. То есть смотрите, как все непросто. Промолчим. Но реплика правильная. Я к чему это говорю, друзья? Не надо жить стереотипами. Не нужно этого делать. Это большая ошибка. И вот в эти стереотипы погружают как раз те, кому это выгодно, чтобы люди не думали. Задача священника — в очень простых вещах научить людей отличать чистое от нечистого. Звучит очень просто. Но в нашей жизни довольно много есть вещей или территорий, где границы уже размыты. И люди не понимают, что это нечисто. Так поступать, так жить. А иногда и молиться. И вот эти 250 мужей, начальники, то есть они главы в своем обществе, призываемые на собрание. То есть во время служений у них была определенная функция. И они не просто подавали воду или кололи дрова, или еще обслуживали, да, что-то делали. Хотя левиты каждый день чистили светильник, заправляли его маслом и не считали эту работу грязной. Убирали двор, там, где приносили жертвоприношения. Эти же люди, призываемые на собрание, люди именитые. Что такое призываемые на собрание? То есть они имели внутри служения не последнюю роль. Но этого им показалось недостаточно. Именно поэтому Моше дальше говорит, разве мало вам… Ну, мы сейчас прочтем этот текст, что Бог вас приблизил к себе, так вы хотите, вы еще священства добиваетесь. То есть они хотят свергнуть Аарона. Сегодня очень часто можно услышать такую ересь, что в общинах должна быть демократия. Это неправильно. В общине никогда не должно быть демократии. Вообще не должна быть теократия. Простые истины из Библии. Пример вам из Писания. Кто помнит пример, когда был эпизод демократического времени в Израиле? Это чуть-чуть потом было. Когда народ попросил назначить им царя и выбрали Саула. И для Израиля это было плохо, но Бог попустил. Знаете, есть моменты, когда Бог не наказывает, не применяет какие-то жесткие меры. Он просто попускает. Он говорит, как любящий отец, «Окей, идите, попробуйте». И заранее Самуил говорит, «Дочерей ваших себе будет брать, сыновей в армию возьмет». Зачем вам это? Нет, мы хотим, как у всех. Вот у всех народов есть царь, и мы хотим, чтобы был царь. А то мы чувствуем себя какими-то ущербными без царя. И Бог говорит, «Ну хорошо». И здесь люди хотят, вот эти люди, вместо Аарона, и в тексте же не дошло у них до голосования, а так бы они ещё в конце, наверное, стали бы выбирать из себя, кого бы вместо Аарона. Но по логике вещей, тогда весь народ должен был бы участвовать в этих выборах. А почему только они? Но я хочу двигаться дальше. Лидеры, именно лидеры восстали на Моисея. Вот на этом я ставлю акцент в первых четырёх стихах. Лидеры восстали на Моисея, и они просто отказались ему повиноваться. Они говорят, «Мы сами можем руководить». Послушай, есть литургия, всё налажено, Бог сказал, что делать, а ты хочешь нам сказать, что мы не слышим, а ты слышишь его голос. А мы считаем, что ты ошибаешься. И я сейчас дальше вам покажу их аргументацию. На самом деле, тут написано, восстали против Моисея. То есть им мешал тот человек, который слушается Бога и ведёт народ так, как хочет этого Бог. Но вот этой группе людей именно он, кость в горле, они имеют другое видение. С четвёртого стиха я читаю дальше. «Моисей, услышав это, пал на лицо своё и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберёт, того и приблизит к себе. Вот что сделайте Корей и все сообщники его. Возьмите себе совки, в русском языке кодильницы, но я буду читать, как вы врите. Это махтод. Сегодня просто я на русском языке проповедую. Но хочу, чтобы вы знали, слово кодильница отсутствует в Священном Писании. Это перевод синодальный. Итак, возьмите совки и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберёт Господь, тот и будет свят. «Полно вам, сыны Левиены!» Значит, что это означает «полно вам»? Это как бы, ну хватит уже, успокойтесь, достаточно. Теперь в этом отрывке мы чётко видим сердце Моисея и сердце этих людей. Это удивительно. Но Моисей пытается решить конфликтную ситуацию мирно. Он разговаривает с этими людьми. Он говорит, успокойтесь. А знаете почему? Да потому что Моисей знает, что пострадают простые люди. Пострадает народ обычный. И он говорит, ребята, успокойтесь. Ладно, если вас так уже сильно это беспокоит, завтра приходите, берите свои инструменты, которыми мы служим. Совок, вы же знаете, да? Брали на жертвенники угли, сыпали на этот совок к торыд и задымляли то, что называется святилище. Это комната перед святая святых. Это помещение, в котором находилось три предмета. Справа был стол хлебов-предложения, слева был светильник минора, а прямо перед входом был Мизбех Азагав, золотой жертвенник, или он еще назывался Мизбех Торет, самим. Причем вход был сбоку, а не напротив самого жертвенника. Теперь я быстро нарисую схему, если кто-то не помнит, как это все выглядело. Для кого это полезно было бы обновить, скажите, пока мы здесь. Поднимите руки. Все знают. Окей, двигаемся дальше. Итак, Моисей падает на свое лицо, то есть он молится, он перед Богом сокрушается, и он говорит Корею и всем этим людям. Приходите завтра, завтра покажет Господь, кто свят. Что это означает, кто свят? То есть кто отделен Богом для служения Ему. Слово «святое» означает «отделенный». Вы говорите «кадош», а «гдаша» — это посвящение, «лягдиш» — это посвятить, «лякадеш». Ну, мы об этом, кстати, говорили, вот мы после проповеди молимся «кадиш». То есть тот же самый корень. Мы разделяем элементы служения этой молитвой, прославляющей Творца и призывающей к жизни и процветанию. «Будет свят», то есть будет отделен на служение Богом. Бунтари фактически здесь высказывают недоверие Маше и то, что он обманывает народ на самом деле и вместо них поставил своего родственника. На самом деле, по их пониманию, справедливым было бы, если бы они служили вместо Аарона и его семьи. Удивительно, правда? Причём сыны Рувима, это колено, и вообще Рувим, вы помните, была проблема с отцом Яковом. очень серьёзная. Он поднял край одежды своего отца, то, что называется. Он обнажил. Он спал с его жёнами. Это очень серьёзный грех. Потория. Более того, чётко было сказано, какое колено будет служить. Уже всё распределено, и тут раз. Вот такая ситуация. То есть они уверены, что Бог будет на их стороне. Сто процентов. Иначе они не пришли бы с этими совками туда. А вы учитесь отслеживать ситуации сегодня, для себя, сейчас. Эти люди пришли, они взяли свои совки, положили в них угли, и были уверены, что именно их Бог осветит. На самом деле, осветились только совки. надеюсь, не забуду я это сказать, но двигаемся дальше. С 8 стиха по 11. И сказал Моисей Корееву, «Послушайте, сыне Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского, приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господней и стояли перед обществом Господним, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой и у всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства, и так ты, и твое общество, и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? Вот он говорит, здесь ясно видно, что именно Моисей, он, тот, кому дорог народ. Вас, он говорит, поставили, служить этим людям, а вы для себя ищите удобную позицию. Вы себе хотите выбить положение священников. И говорит, чего вы на Аарона взъелись? Он вообще ни при чем. Вот это настоящий пастор, понимаете, Моисей. Он говорит, ко мне все вопросы, это я его назначил, ко мне все претензии. Он, не потому что Аарон его родственник, а потому что Моисей сейчас стоит на правде Божьей, на Божьем основании. А эти люди ошибаются. Более того, он пытается с ними мирно решить конфликт. Он их успокаивает. Если бы на этом этапе они сказали, ну да, слушай, извини, погорячились, принеси за нас жертвы, давай уладим все спокойно, как-то нас занесло немного. Но этого же нету. Они настаивают, и они хотят реально свергнуть и Моисея, и Аарона. Главная помеха Моисея. Почему? Он как пастырь добрый, а не как наемник. Встал защитить народ, потому что он понимает, что пострадают люди. С этими для Моше уже было все понятно. Человек, обладающий таким пророческим даром, человек, имеющий такую тесную связь с Богом, с ним Бог говорил, как написано в Торе, лицом к лицу, не так, как с другими людьми. И человек скромный. Знаете, у него голова светилась. Это написано в Библии, так или нет? Лучи света были. Что Моисей делал? Он скромный был, он накрывался, чтобы этого не видно было. Если бы сегодня у кого-то светилась голова, показывали бы по всем каналам. И рассказывали бы, посмотрите, какой он святой, как вообще тут. Исцеляются все, и что хотят? Осветится голова, но тут что тут говорить? Понимаете? А Моисей другого был вообще склада человек. Вообще. Накрылся талитом. Чтобы не смущать людей, потому что он понимал, он действительно сильно отличался. Но он был скромным, он не хотел это выставлять на показ. А напротив, хотел быть ближе к людям. И его сердце было с ними. Очень важный вот отрывочек с 12 по 14 стих. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Элява, но они сказали, не пойдем». Вот это признак гордыни. И священное писание в книге притчей, 16 глава, 18 стих, говорит, «Погибели предшествуют гордость и падению надменность». Удивительно, правда? «Погибели предшествуют гордость». А теперь вспомните, для чего пришел сатан в этот мир. Украсть, убить и погубить. Слово «погибель» отсюда и название «авадон». Это место, где уже погибает душа. Слово «погибель» — это третье слово вот в этой лестнице в ад. Украсть, убить и погубить. Потому что погибель имеет в виду окончательный приговор для человека. И притчи говорят, что погибели предшествуют гордость. А гордость — это именно тот грех, который родился в сердце. Ге-элэля бен Шахара, прославляющего сына Зари, который превратился и трансформировался в сатана. К слову, замечу, что слово «сатан» нейтральное в Священном Писании. Для нас оно стало словом нарицательным. Слово «сатан» в иврите означает «противник». И я напомню то, что вы знаете, в трёх местах, в трёх местах в Библии слово «сатан» применяется к положительным героям. Понятно, если это вы читаете на иврите, только тогда вы это найдёте и увидите. Это ангел, который стоял на дороге Валаама с мечом. Книга числа, 22 глава. Скоро у нас будет этот недельный отрывок. Называется Биль-Ам. Вот ангел у Амадки Сатан, он стоял как противник против Биль-Ама. И дважды о Давиде сказано, когда они хотели брать его на войну с собой. Он какое-то время там жил у царя Герского. И они воевали с Израилем. И советники сказали «Давида не бери, завяжется бой и он перейдёт на сторону своих и станет нам, Сатаном, вот против нас». И предупредили, смотри, он воин серьёзный, это просто посеет панику. И его не взяли в это сражение. И вот это другая тема. Но посмотрите, как удивительно действует Бог. Давид пошёл бы. У него на тот момент были причины против Израиля воевать. Но Бог не допустил кровопролитие человека, который впоследствии должен стать царём над этим народом. Вот они, пути Господние. В русском, кстати, переводе «пути Господние» неисследимый стих, а в оригинале «суды Господние» неисследимый, то есть непонятный для человека. Итак, Моше посылает, и эти люди говорят «Не пойдём!» «Что ты такой?» «Чтобы мы там шли, с тобой разговаривали. Завтра увидимся». Для чего Моисей послал позвать Дофана и Аверона? Он хотел поговорить с ними, хотел их помочь просто этим людям, понимаете? Но его действия были истолкованы неправильно. Его действия были истолкованы как слабость. «А, он уже нас зовёт поговорить, ну понятно, чувствует, что неправ. Не пойдём, завтра разберёмся, завтра увидимся». Учитесь на этих примерах читать ситуацию сегодня. Люди не изменились, и Бог не поменялся. И они говорят, не пойдём, разве мало того, что ты вывёл нас из земли. Теперь смотрите, он посылает людей, Моисей не сам к ним пошёл, но текст звучит так, как будто они обращаются напрямую к Моисею. Правильно или нет? О чём это говорит? О том, что Нациг Шагрир посланник, он наделён полностью полномочиями человека, который его посылает. И когда кто-то вот так говорит с посланным, это он говорит с тем, кто его послал. Поэтому так важна вера в Ешуа Машеха. Отец послал сына, и сын говорит, никто не приходит к отцу, как только через меня. И тот, кто не принимает сына, он не принимает отца. Понимаете момент? Вот здесь тот же принцип, в Торе этот принцип, Новый Завет. Удивительно. Я сейчас просто делаю свободный пересказ Евангелия от Иоанна. И вот они претензии говорят, разве мало, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед. Это где это? Подскажите. А? В Египте у них течет молоко и мед. И они еще хотят руководить народом израильским. Вы слышите? Для них Египет земля обетованная. Сегодня для многих обетованная земля. Америка, Германия, Канада. Молоко и мед здесь течет, а не там. И евреи должны жить здесь. А если кто-то не еврей и живет здесь или может жить здесь. Двойное благословение. Это бонус. Это подарок просто. Странно, почему люди этого не ценят. Мы часть обетования, мы часть пророчества. В нас исполняются пророчества, чтобы погубить нас в пустыне. То есть мы жили в земле, где течет молоко и мед. Ты нас привел в пустыню, и ты еще хочешь властвовать над нами. Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем. То есть они ему говорят следующее, мы что слепые, мы что не видим, куда ты нас привел, ты нам там обещал, что мы идем в землю, где течет молоко и мед. Там мы ели дыни, арбузы, кабачки, чеснок, лук. Ты нас в пустыню привел? Да нет, это там было молоко и мед, но мы туда вернуться уже не можем. Мы тебя хотим переизбрать и мы решим потом, куда нам ходить и что делать, а с тобой не пойдем мы дальше. Вы все знаете мое видение, так или нет? Я жду, не дождусь покаяния Израиля и особенно религиозной части его. И я точно знаю, что это будет, потому что об этом написано в этой книге. Вы знаете, мне такой же вопрос задавали люди. Ну и где тут религиозные? Ну и где тут это покаяние? Ну и куда ты нас привел? Нас этот иудаизм уже просто мы его видеть не можем. Принципы Библии нарушаются, это нормально. Ведь Павел сказал с иудеями, как иудей. То ты должен конкретно жить, как иудей, если ты хочешь проповедовать в Израиле. Ну а если ты хочешь проповедовать иначе, весь мир перед тобой, спускайся с Израиля туда, и там работая, служи, тоже нам поможешь, потому что чем быстрее языческий мир обратится к Богу, тем быстрее зальется Дух Святой на Израиль. Это наши как бы соработники. Но когда тебе говорят, ну и где то, что ты обещал? Ну как где? Впереди Господь же еще не пришел. И вот здесь возникает подозрение, что именно я обманываю людей. То есть люди хотят сейчас и сразу результат. То же самое говорили Моисею, люди не изменились. Тот же дух, те же проблемы, та же ситуация, но только сегодня в миниатюре. И знаете, вот прямо посередине проповеди я хочу благословить всех этих людей. Я думал, молился и понял, как сформулировать свое благословение. Написано же, благословлять надо, правда? Вот. Итак, благословляю. Пускай всех этих людей в их жизни окружают точно такие же люди, как и они, а меня пускай окружают такие же люди, как я. Амэн. Да будет так. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай внимания твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них, ни осла и не сделал зла ни одному из них. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое. Вот акцент, да, ты и общество твое. Будьте предлецом Господа ты, они и Аарон. все вместе. И возьмите каждый свой совок, положите в них курение и принесите предлецо Господня каждый свой совок. 250 совков, ты и Аарон, каждый свой совок. И взял каждый свой совок и положил в них огня, и всыпали в них курение. То есть у них был доступ курения, если вы прочитаете исход 34 главу, вы увидите, что этот состав, вот эту смесь из четырех компонентов можно было применять только в храме, то есть только в скине, только в служении, больше нигде. Причем отдельная семья его делала, занималась этим. Это материал или хомер, он был недоступен к торт самим. То есть представьте себе, насколько эти люди действительно были уже Богом отмечены в служении, но этого было мало. И дух, вот этот дух, да, сатан точно так же, он же был ближе всех к Богу, но показалось ему мало, херувиму этому, помазанному. «И взял каждый свою кадильницу, положил в них огня, всыпали в них курение, стали при входе в кинью собрания, так же и Моисей и Арон, и собрал против них корей все общество ко входу с киньи собрания, и явилась слава Господня всему обществу». Вот здесь уже переход будет всему обществу, то есть всему Израилю. Дальше мы увидим это по тексту. 20 стих. «И сказал Господь Муше и Арону, говоря, отделитесь от общества этого всего, и я истреблю их во мгновение». Во мгновение. И вот они тоже понимают, что если прямо сейчас будет истребление, и зацепят и остальных. 22 стих. «Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все». общество. В данном стихе они имеют в виду весь израильский народ. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дофана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дофану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилева. И сказал обществу, то есть людям, «Отойдите от шатров нечестивых людей, этих, вы врите коту в Рашаим». Рашаим это один и тот же уровень с Валаамом, один и тот же уровень с Амманом. Раша это самая тяжелая степень уже греха. То есть они не спасают людей и даже не имеют нейтральную позицию. Наоборот, они подставляют людей под удар. А люди, как мы понимаем, живут стереотипами. Там сказали, а, ну да, точно, наверное, да, что-то Моисей не то. Там же дыни были, а тут камни какие-то, манна. Вот эта категория всегда умеет убедить простых людей в неправильных вещах. И люди страдают потом. Отойдите от шатров, не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе, во всех грехах их. А вещи почему нельзя брать? Ну, чего вещи пропадали бы, а? Помните, мы говорили, любая вещь в древнем мире, она является частью личности того, кто ее носит или что одевает. Также перстни, драгоценности и все остальное. Всегда обращайте внимание, что написано на одежде сегодня. что нарисовано на одежде сегодня. Все имеет значение и обязательно будет, как кислота, разъедать просто душу. Вроде маечку одел с черепом, ну и что? Ну, увидишь потом, что? Что, нету другой одежды, что ли? Одень просто майку в полосочку, например. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, дофана и Аверона. А дофан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, из этого узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю сие. И здесь очень интересная фраза. Мы недавно говорили и на канале я эту тему поднимал на своем в Ютубе. Гора Гевал и Геразим. Помните, да? Да. Так вот, вот здесь в этом отрывке 29-й стих там Моисей говорит, я не по желанию своего сердца, не по произволу своего сердца это все делаю. Меня Бог поставил. А гора Гевал, как я уже говорил, это аббревиатура, она расшифровывается так, «Аль-Бехират левеха». И на этой горе произносились проклятия. И на этой же горе должны были стоять каменные плиты, покрытые известию, и на них написаны должны были быть слова заповедей Господних. Понимаете? То есть, даже когда человек в жизни пошел неправильно, он в итоге должен упереться вот в эти плиты с Божьими заповедями, но может там развернет его в другую сторону. То есть, гора Гевал, это когда человек живет по выбору своего сердца, но даже в последний момент, вот как Моисей пытается остановить, помочь, вернуть назад, и здесь это как бы Ремез очень, ну для меня очень сильный виден, потому что он говорит, «Люаль-Бехират леве, люби, я все это делал, я это делаю, потому что мне Бог повелел». И он говорит, «Вы узнаете, что это правда». Он уже знамение как бы произносит. Если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти пренебрегли Господа, здесь презрели, имеется в виду пренебрегли. лишь только он сказал слова эти. Представляете, да? «Разверзла земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю. Есть два живых человека, которых взяли на небо. Это Ханох, вот строго по Писанию, если брать, седьмой от Адама. Это Илия Гуанави, пророк Илия. А есть целая группа, которые живыми сошли в преисподнюю. Конечно, тяжелый случай, но ничего не сделаешь. Как бы всегда есть черта, за которой нет уже возврата назад. И что интересно, люди настолько уверены, что они правильно поступают. Диву дается. Не дорожат ни собой, ни потомством своим. Ладно сами. Сыны Кореи были умнее. Они выжили. Они не участвовали вот в этом бунте вместе с папой, потому что у нас есть псалмы от сынов Кореевых. Может быть часть какая-то из них. Библия не говорит нам об этом. Но явно мы знаем, что дети не несут ответственность за то, что если папа взбунтовался против Бога, сыны могут псалмы даже писать потом. То есть вошли в Библию люди с хорошей позитивной стороны. Об этой теме тоже много пишется в самом Писании. И вот 34 стих «И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля». То есть люди не понимают, что происходит на самом деле. Для них это все, знаете, что-то там ходят туда-сюда, спорят, с совками стоят, что они там решают, ну ладно, обождем, пусть решат, нам скажут, что делать. И тут смотрят, земля проглотила и побежали. И тут написано «Израильтяне побежали», потому что знали, чем это кончится. Тоже вдруг поняли. И Моисей сразу сориентировался. И он говорит «Скажи Алиазару, сыну Аарона, священнику, пусть соберет кадильницы сожженных, огонь выбросит вон, ибо освятились кадильницы грешников этих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались священными, и будут они знамением для сынов Израилевых». Видите, у нас написано вот четвертый стих, Моисей говорит, четвертого по седьмой отрывок мы разбирали. Господь выберет, кто свят и кого приблизит он к себе, а эти люди были уверены, они святы, и они осветятся, осветились только совочки, вот только совки, а люди погибли, и дети погибли, потомства нету. тяжелая очень, очень тяжелая вещь. Я на самом деле молился и думал, говорить эту тему или нет, но я понял, обязательно надо говорить, обязательно. Мы должны быть зрячими, друзья. Недельные отрывки помогают нам сегодня правильно жить с Богом, правильно ориентироваться в духовном пространстве. вот эти люди сбили с пути слабых, неуверенных в себе, тех, кто колеблется. Они подставили народ под удар. Получается, люди для них были просто инструментом достижения своих целей, манипулировали людьми так, как сегодня манипулируют людьми политики. для них это лекторат и все. Безликая масса это просто лекторат. Для Моисея это каждый отдельно взятый человек живая душа. Судьба, служение, удел, часть внутри израильского народа. Имена исчезли, вы вдумайтесь только в это. Исчезли имена. Но, слава Богу, это все колено Левия, поэтому это только кусочек от этого колена. Но колено сохранилось же. И последний отрывок, который я хочу разобрать, это с 41 по 50 стих, тоже очень важный. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы убили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к Скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришли Моше и Аарон к Скинии собрания. Я сейчас дальше прочту. Смотрите, что происходит. Вот эти люди, то есть Корейда, Фан и Аверон со своими женами, детьми, палатками, имуществом ушли живыми под землю. 250 этих мужей сгорели просто. На следующий день приходят израильтяне, говорят, это вы их убили, это вы виноваты. Почему они так говорят? В них продолжает бродить то, что посеяли бунтовщики. Им продолжает казаться, что они говорили правильно. У этих людей какая-то дополнительная возможность и сила. Давайте будем помнить, что вышли они из Египта только недавно, а в Египте очень сильно процветало колдовство, фокусы и многие другие вещи. У многих этих людей, которые не умели читать и писать, было довольно примитивное мировоззрение. Им казалось, что вот эти люди просто имеют доступ к какой-то силе такой, и они умеют ей пользоваться. А те тоже хотели, чтобы нам сделать лучше и помочь, но эти их успели как бы перебороть и их убили при помощи вот этой силы. Их обвиняют, то есть Моисей, Аарон пытались спасти бунтарей. Бог, это же не то, что Моисей там, знаете, спичками палатку поджигал, а Аарон шемензайт брызгал, чтобы лучше горело. Там же не так все было. Там же явно было, что Бог это сделал, правда? Но они так посеяли в людей, и сегодня вот подобного рода бутамщики, они сеят в сердца людей сомнения, подозрения. Библия говорит, дурные сообщества развращают добрые нравы. Раби Шауль применяет это Коринфянам, когда общается с ними, и приводит слова греческого поэта, звали его Минандр, вот это он написал за три столетия еще до того, что плохие сообщества развращают добрые нравы. Знаете, не всегда люди говорят неправильные вещи, и язычникам иногда Бог открывал какие-то элементы правильные вот в этом мире. Это можно сказать философия, на самом деле это мудрость. И сегодня так же. И вот доказательство того, что Моисей и Арон всегда заботился о людях. 44 и дальше. «И сказал Господь Моше и Арону, говоря, отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». То есть сколько раз Бог хотел погубить этих всех людей и создать народ от Моисея. Так или нет? Если бы сегодня именитым людям этого духовного мира так сказали, они бы сразу согласились, я думаю. Опа, теперь я главный. Теперь не будут все называться сыны Израилевы или сыны Аароновы. А будут сыны Джейкоба или еще кого-нибудь. Люди очень поражены сегодня. Да и всегда были тогда. Это же понятно, что речь идет о претензиях совершенно необоснованных. И люди добиваются то, что им не определено даже Богом. Но они этого не видят, они этого не понимают и не чувствуют. теперь настоящие служители Божьи, такие как Моисей или как пастырь добрый, о котором мы говорили в прошлый шаббат, они всегда будут людей поднимать на служение, они всегда будут назначать, ставить, но для этих людей важно не соскользнуть вот в эту компанию Корея Дафана и Аверона, чтобы сердцем не завладела зависть, амбиции нездоровые. И вот они снова ходатайствуют за свой народ, пали на лица и сказал Моисей Аарону, теперь смотрите, не Бог говорит Моисею, что делать, Моисей знает, что делать в этом случае и Моисей знает, что это поможет, он знает, что Бог остановит вот эту мегефа, вот эту, понимаете, поражение это. И он говорит, возьми совок, положи в нее огня жертвенника в сып курение и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение. Поражение там, а Моисей знает тут и знает, что делать, как остановить. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. Рац, написано, побежал. И это опять показывает, вот если бы сейчас на месте Дафан был и Аверон, и Моисей говорит, быстро бери совок и беги. Он бы сказал, что ты должен бегать тут, слышишь, я тебе шел, на побегушках тут, тебе надо, бери совок и беги. Это дух такой у людей, то есть им плевать на народ вообще. И их интересуют свои портфели должности служения не понимают, для чего это значит. Дано, для чего портфель дан, для чего служение дано, нет понимания. Аарон молча, хотя Моисей младший брат, ну с этим разобрались они еще чуть-чуть раньше, да, когда Мириам покрылась. Господин, сразу стелет правильно. Моисей говорит, срочно беги. И он совок раз, курение, бух, и побежал, реально побежал человек. Так разве не видно, кто именно, кому дорог народ? Вот Моисею дорог народ, Аарону дорог народ, а этим людям нет. Они со своими претензиями уже живыми в землю ушли, а народ до сих пор страдает. Они даже не то, что не могут помочь, у них и мыслей таких не было. Они свои цели преследовали, а это показывает, что Моисей и Аарон были добрые пастыри, не наемники, заботились о людях. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Он как бы отсек. Знаете, вот он бежит совком, дымовая завеса такая за ним и как ножом отрезает здоровую часть от поражённой уже. Мог бы чем-то другим заниматься. Вообще это было по плану, нет, я не знаю. Но я вообще говорю, вот если бы этого всего не было, нормальный режим был бы дня, правда? А тут представляете, одно за другим такие события. Ну правда, тут все 40 лет так было. И встал он между живыми, между мёртвыми и живыми, и поражение прекратилось. Бог действует через Моше. Когда Моше не знал, что делать, он говорит, я пойду спрошу у Бога, я пойду помолюсь. А здесь точно знает, что делать. И команда, когда делает то, что сказал лидер, это во благо народу. Мы видим это из Писания. Ну всегда есть те, которые скажут, ну и где то, что ты, ну и где прорыв? Где? Ты его не увидишь, слава Богу. А для меня это реальность, в которой я живу. И умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Арон к Моше, ко входу с Киньи собрания, после того, как поражение прекратилось. Дальше 17 глава, это та же Порошад Шавуа. Моисей теперь принимает меры, чтобы обезопасить остальную часть людей. То есть посмотрите, сколько умерло. Умерло 253 человека, не считая жены детей. умерло 14700 простых израильтян. 15000, да, с небольшим, я думаю, даже, но можно. Знаете, я вот недавно пришёл к пониманию, нельзя округлять. Когда мы говорим о жертвах, Холокоста, трагедии какой-то, нельзя округлять. Всегда надо говорить точные цифры. Да, но мы не знаем, я говорю, получается 253 и плюс 14700. Там ещё были жёны и были дети, но 250 мужей не написано, что жёны пострадали. Про жёны детей написано о троих только. И снова из Библии мы знаем, что сыны Корея выжили некоторые, может быть, все даже. Все четверо. Отлично, спасибо. Я всегда люблю в нашей общине говорить, когда вы со мной тоже помогаете мне. Книга про Липонон называет имена всех четверых сынов Корея. Они не участвовали в этом всём безобразии. те люди, которые обвиняли Моисея в смерти вот этих бунтарей, вот из них погибло 14700. И если бы Моисей и Арон не заступились бы, погибло бы больше. Я думаю, мы это все понимают. А Евангелие от Матфея, 7 глава 16 стих, говорит, по плодам их, узнайте их, как отличить лжеслужителей, братьев, там, длинный список, лжепророки, от настоящих. По плодам. Вот у Моисея и Арона видны плоды, понимаете? И у тех видны плоды. И поэтому я подумал, это большое благословение, назидаться из недельных отрывков, потому что они открывают нам глаза на то, что происходит сегодня. Сегодня мировая карусель уже так быстро крутится, что у людей не то, что там все мелькает в глазах, они уже не понимают вообще, где что происходит. Но не все. Не все. и поэтому давайте будем мудрыми, давайте будем уметь отличать Кореев от Моисеев. Извините за рифму. Кому дорог народ? Просто откройте глаза. Библия говорит, имеющие уши дослышит, имеющие очи пусть откроет и тоже посмотрит. Просто смотрите на плоды, больше ничего. Смотрите на дела, на отношения, на участие, на беспокойство. Не надо там придумывать то, чего нет. Пусть Бог благословит нас. Амэн. Давайте помолимся Кадиш, и пускай Господь через этот Кадиш отделит. мертвых от живых. Амэн.